Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа «Регион» в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Город в межсезонье и на пороге нового курортного сезона. Глава Анапы проверил исполнение поручений по благоустройству города. 27 января. В этот день, 71 год назад, Ленинград был полностью освобожден от блокады, о чем вспоминают свидетели тех дней. Там, где рождается счастье, в Анапском роддоме завершен ремонт. Золотое время. Студенты Анапы отметили свой праздник. А сейчас обо всем подробнее. Как выглядят в межсезонье проходы к морю, кафе, магазины и стройки. Маранап вместе со своими заместителями объехал город и оценил состояние дел по благоустройству. Сергей заострил внимание на набережной. Она в межсезонье теряет привлекательность прогулочной зоны. Увы, но примеры равнодушного и бесхозяйственного отношения к городу на каждом шагу. Далее подробности. Сергей Павлович интересуется стройкой у Фатини, незаконными ларьками на берегу Анапки. Сергей хочет надеяться, что на общании, как люди современные и настоящие патриоты курорта, начнут менять свое отношение к качеству предоставляемых услуг. Но вот двор, кафе «Два дельфина», где летом будут кормить гостей. Здесь, судя по всему, привольно живется хозяевам. Есть и вода, и канализация, и свет. Но двор содержится в антисанитарных условиях. Он больше похож на помойку. Вы пройдите дальше, посмотрите. У нас уродство с правой стороны до самого центрального пляжа. Выкорчевали деревья. Все, никому ни кусты, никто не посадит. Ему не надо. Это не моя земля, это Валентина земля. Стекло, бетон. Вот такие ролеты должны быть. И пусть строят, пусть берут разрешение и строят. Я не против. Но не только порядок занимает сегодня внимание главы курорта. Сергеев требует, чтобы жилые дома и отели использовались по назначению и платили налоги в городскую казну. Значит, я надеюсь, сравнительную таблицу мне на стол и им тоже для благоустройства. По факту, гостиница, столовая. Аренда, налоги, разница. Сколько он недоплачивает. Я далек от мысли, что он недоплачивает. Здесь все красивенько, может быть и платит. Но, возьмите тот же Монарх, ИЖС. А там гостиница. В 68 раз разница. За что тротуары делать? За что детские сады делать? Заинтересовал главу города отель в районе улицы Крылова. Вокруг приличного отеля неприлично грязно. А в магазине отеля несанкционированная торговля алкоголем без лицензии. Лицензия есть? Наверное, да. Это как? Вы реализатор? Да. Ну а что значит, наверное, да? Ее как таковой нет. Потому что она должна по закону о потребителях висеть на стене. Полиция изымает алкоголь. Ну а если посмотреть с крыльца отеля, то Шанхай ржавых гаражей, утопающих в мусоре, очень не похож на уголок курортного городка. Заместитель главы предложил снести эти гаражи, раз нет у них настоящих хозяев, неравнодушных к порядку в городе. Глава города показал, где планируется на берегу моря строительство храма в районе Ореховой рощи. Блогеры сейчас ведут активное обсуждение проекта на сайтах. Пусть обсуждают. Мы же публичку будем проводить. Скажут нет, значит нет. Скажут да, значит да. И потом мы посмотрели на участок, тот, который сегодня не используется. Будущую стройку вынесут прежде всего на обсуждение горожан и прислушаются к тому, какое решение примут анапчане. Глава хотел бы, чтобы на удаленном к стройкам участке вырос храм, украшающий город с моря. Кстати, любой желающий может высказать свое мнение по проекту строительства храма около Ореховой рощи на улице Таманская, 74. Обсуждение уже началось и будет идти по 27 февраля. Ознакомиться с материалами можно в рабочее время, в будние дни, в управление архитектурой и градостроительства по адресу Анап, улица Терская, 190, кабинет 114. Замечания и предложения принимают в письменном виде или в электронной форме с подписью автора. Также необходимо указать паспортные данные и адрес места жительства. Информацию принимают по электронной почте и через сервис электронные обращения на сайте anapaofficial.ru. Общественные обсуждения пройдут в Большом зале администрации 27 февраля. Итоги будут размещены на официальном сайте администрации города до 17 марта этого года. В прошлом году в Анапе родилось 2211 детей. Появлению на свет здоровых младенцев нисколько не помешал ремонт в родильном доме. Что изменилось в здании, где рождается счастье, узнавала Наталья из Мозгова. Светлана Мороз с мужем, сыном, родными и друзьями приехала забирать новорожденную внучку. У меня родилась первая внученька. Сегодня ее выписывают. Мы здесь вообще не местные. Приехали сюда в первый раз к вашему красивому роддому. Очень красивое здание. Здание роддома преобразилось. Отремонтирован фасад, входная группа, благоустроена прилегающая территория. На новый облик здания было потрачено более 20 миллионов рублей из краевого бюджета. Самое главное, что проводимый ремонт не повлиял на работу родильного отделения. Количество родов у нас не только не уменьшилось, оно даже стало больше по сравнению с 2013 годом. В 2014 году родилось больше двоен, их было целых 15. В прошлом году в Анапе родилось 2211 мальчишек и девчонок. Темп населения наше не снижает. Вчера у нас за вчерашний день было 8 родов. Уже в этом году у нас был день достаточно насыщенный, когда 16 родов произошло. То есть детей рождается много. Вот и Светлана Мороз будет рада приехать сюда в будущем за второй внучкой или внуком. Довольна и обслуживающим персоналом. Дочь рада, как прошли роды, все было замечательно. Сейчас информация для жителей и организации села Витязева. По сообщению Кубанинерго, в среду 28 января с 12 до 14 часов будет частично прервано электроснабжение в связи с проведением ремонтных работ. Отметим, тема стабильного электроснабжения города и сельских поселений стала основной на планерном совещании. Также обсуждались вопросы жилищно-коммунального хозяйства, транспортной сферы, работы спортивных школ. На особом контроле приведение в порядок памятников героям Великой Отечественной войны. Заместитель главы города Владимир Забураев доложил о том, какие работы запланированы в сфере ЖКХ и благоустройства. В городе и сельских округах проведут инвентаризацию трансформаторных подстанций и воздушных линий. Сегодня на балансе муниципалитета 64 подстанции. По результатам проверки специалистов предприятия НЭСК электросети, еще 58 линий в городе запитаны незаконно. Ливневки, канализационные люки и решетки заменят там, где они требуют замены. Специалисты коммунальных предприятий продолжают обрезку веток. Особое внимание сегодня власти города уделяют приведению в порядок памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной. В каждом сельском округе проводятся проверки и необходимые ремонты, благоустройства мемориалов. Жители станицы Гостогаевской обращались с просьбой сделать остановку в районе улицы Западная, поскольку дорога, не муниципальная, вопрос будет решаться в краевых инстанциях. Массовость и результативность таких принципов организации потребовал глава города в решении вопросов развития и поддержки физкультуры и спорта. Залы в специализированных школах не должны пустовать. На планерном совещании стало известно об увольнении начальника отдела по делам несовершеннолетних Сергея Ухина. Он ушел по собственному желанию. Исполняющим обязанности руководителя назначена главный специалист отдела Светлана Панчишко. Продолжаем выпуск. 27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от блокады. Сегодня в Анапе проживает 24 жителя осадного города. 11 участников Великой Отечественной войны награждены медалями за освобождение Ленинграда. Мы познакомились с Людмилой Баклановой, которая пережила год блокады ребенком. Начало Великой Отечественной войны Людмила Алексеевна помнит очень хорошо. 23 июня 1941 года ей исполнилось 8 лет. Вспоминает, как началась бомбежка. Люда схватила маленького братика и соседскую девочку. В темном коридоре наступила на что-то теплое и мягкое. Не сразу поняла под ногами тело женщины. И на улице вспомнила. Забыла документы. Я вернулась домой. Опять по этой тетеньке. Уже никакого страха. Схватила этот узелочек. Себе скорее сразу на руку вот так одела. Где документы наши, свидетельство о рождении. Выгожу. Уже ни бабушки, ни моих соседей, ни моих братика и соседочку, эту девочку. Никого нет. Я начала плакать. А самолеты летают страшно. Людмила Алексеевна вспоминает, как солдаты увели их в ближайший лес. Три осенних месяца люди провели в землянках. Дошли до одного островка. Такой с деревьями, с лесом. Вот выкопали землянку на 12 человек. Эта землянка была выкопана. Ну, нарубили они, значит, сделали пол. А там вода. Там хлюпала вода, потому что болото кругом. В начале апреля 1942 года Людмилу, ее маму и брата эвакуировали. К тому времени мальчик совсем ослаб. Он уже не ходил. Живот раздулся от голода. Вывозили их на открытых грузовиках по Ладоге. Два долгих месяца везли эвакуированных до места назначения. Многие умирали в дороге. Затем начало новой жизни на севере. Там Людмила росла и училась. Встретила мужа, родила двоих сыновей. В 71-ю годовщину снятия блокады Людмилу Алексеевну Бакланову поздравил председатель Совета ветеранов села Витязева и дети из общественной организации Эрвита. Студенты Анапы отметили Татьянин день. Молодых людей из учебных заведений города с их праздником поздравил мэр. Флаги с символикой вуза, песни, танцы, конкурсы и шуточные представления шумно и весело. Студенты Анапы отметили Татьянин день. В Анапе в девяти высших и средних специальных учебных заведениях обучается очно и заочно 9 тысяч студентов. Молодых людей, представлявших вузы в Центре культуры Родина, поздравил мэр города. Я хочу, чтобы вы больше положительных эмоций получали от того времени, в котором вы живете. Цените это время. Немало студентов, которые добиваются успехов не только в учебе, но и культурно-массовых мероприятиях. Глава города вручил два свидетельства о присуждении специальной молодежной стипендии. Студенты Анапского филиала Московского государственного гуманитарного университета имени Михаила Александровича Шолохова, Алена Грохотова и Артур Елаев весь год будут получать повышенную губернаторскую стипендию. Алена Грохотова второй год получает такое свидетельство. Мы поинтересовались, как она успевает учиться и активно участвовать во всех мероприятиях. Главный секрет в том, что мне это нравится. Мне нравится и специальность, на которую я обучаюсь, и она непосредственно связана с общественной деятельностью. Поэтому мне это все нравится, я везде успеваю. Студенты не только танцевали, но и активно участвовали в конкурсах. В Сочи состоялось первенство Краснодарского края по стрельбе из лука среди юношей и девушек от 13 до 17 лет. Анапу представили лучники спортивной школы номер 7. Сборная девушек заняла первое место, юноши на втором месте. Дзюдоисты Анапы стали лучшими в командном зачете, получив 5 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые медали. Первенство Краснодарского края по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет прошло в Армавире. И это все новости на сегодня. Следующий выпуск новостей смотрите завтра в это же время. Партнер программы – производственное предприятие «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Катя Соловьянова Катя Соловьянова, анапчанка, комсомолка, разведчица. Участвовала в боевых операциях против оккупантов. Была схвачена и казнена фашистами вместе со своими товарищами. В 1942-м. Ей тогда было всего лишь 20 лет. Мы помним. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...